Государственное импортозамещение в России – тема, вполне заслуженно ставшая предметом недоброжелательных шуток. С самого начала десятых годов нам рассказывают о масштабных отечественных проектах, символах истинной экономической автаркии и опоры на собственные силы. Но ни одна уникальная, не имеющая аналогов разработка, громко презентованная в присутствии высшего руководства страны, не стала даже ограниченно успешной. И абсолютное их большинство через несколько лет просто незаметно пропало из новостных выпусков. Просто перечислю. Гибкий планшет для школьников, государственный поисковик «Спутник», «Йотафон», «Йомобиль», большая российская энциклопедия в электронном виде, призванная конкурировать с Википедией, самолет МС-21. Да что там, у нас есть целая госкорпорация «Роснано», которая инвестировала в высокие технологии 15 лет, а доинвестировалась до двух банкротств. И нельзя сказать, что это какое-то исключительное свойство российского государства. Это свойство государства в принципе. Когда государство пытается выйти на рынок, особенно на развитый и занятый рынок, оно всегда терпит фиаско. Удачных примеров государственных технологических компаний в глобальной экономике, в общем-то, нету. Существуют примеры, когда государство покупает долю в уже успешной технологической компании, но нет примеров, чтобы государство такую компанию создало. Всякий раз выясняется, что масса бесплатных государственных денег и рыночный успех – это противоположные сущности. Сейчас, в разгар войны и санкций, мы видим не просто очередное всполох импортозамещение. Мы видим целый парад Нью-Васюков, чьи строители обещают государство технологическое доминирование завтра в обмен на большие деньги сегодня. Это закономерное явление. Связано оно с моментом, в котором принципиально пропало будущее. Кому-то может показаться, что отсутствие будущего – это какое-то абстрактное философское причитание. На самом деле, это важный экономический параметр. Отсутствие будущего – это всегда раздолье для любых мошенников, жуликов, великих комбинаторов, искателей приключений, авантюристов и всей прочей публике, охочей до чужих денег. Чтобы не утомлять вас скучными объяснениями из теории игр, проиллюстрируем все довольно очевидной мыслью. Сегодня вы, если не обременены совестью, можете обещать кому угодно и что угодно. Тем более, если покрытие обещаний планируется года через три, не говоря уже о пяти и более. Сделать смартфон, разработать игру, построить завод, полететь на Марс, заместить Эппл на внутреннем рынке, победить Ютуб, создать лекарства от рака и спидоразом. Вы можете давать совершенно фантастические обещания, любые, если вам готовы под них дать деньги. Особенно, если их готовы дать государство. Исполнение обязательств по любому предприятию, крупнее парикмахерской, находится настолько дальше горизонта любого планирования, что становится совершенно несущественным. Что будет в том 2028 году? Какая прокуратура придет к вам с вопросами? Что будет с властью и государством? Кто вообще будет в состоянии вспомнить ту ракету, самолет, завод, игру, лекарство, под которые вы брали деньги? И с конца 22 года, 2028, синоним никогда. У Михаила Жванецкого есть чудесный скетч «Насосы и колеса». В нем завод, вместо отгрузки насосов, тянет время и кормит заказчиков обещаниями, понимая, что рано или поздно все как-нибудь образуется. Или завод реорганизуют, или насосы отменят, или министерство ликвидируют. Сегодня мы живем внутри этого скетча, но в масштабах целой страны. Через пять лет либо смартфоны запретят, либо министра посадят за шпионаж в пользу Украины, либо Путин скроется в Дубае от экстрадиции, либо по заводу ракета прилетит. Либо вообще, московский князь с псковским императором перебьют друг друга в борьбе за Тверскую республику. Короче, всем точно будет не до вас. Сторонники власти, противники власти, люди вовсе без позиции, зрители Владимира Соловьева или Максима Катса, неважно, все живут в нарастающей ненормальности. Хотите забавный факт? В этом году в России упало почти все, весь потребительский сектор. Очень сильно просела розница, причем неважно, о чем мы говорим, о еде или смартфонах. Все в минусах. Сократилось жилищное строительство, промышленное производство, добыча нефти и газа. Даже внутренний туризм, даже с учетом усложнения доступа к любой загранице, умудрился снизиться. Не очень намного, но снизится. Так вот, а знаете, кто не упал, а где даже прилично выросло все? Попщепит. Рестораны, бары и кафе. Причем растут все ценовые сегменты. Получается парадокс. Людей стало физически меньше с помощью мобилизации и миграции. Доходы их стали ниже. Все в минусах. Но рестораны полны. Единственный вывод, который тут напрашивается, особенно с учетом резкого роста продаж алкоголя. Страна гуляет, как в последний раз. Людей не взваливают на себя никакие большие покупки, ничего не планируют, живут одним днем. И при первой же возможности бегут купить себе пару часов нормы и комфорта. Посидеть с друзьями в приятном месте, хорошо поесть и выпить, почувствовать себя хорошо. Это экономическая картина страны, которая думает, я не знаю, что будет завтра и буду жить сегодня. Все живут только сегодняшним днем. И это создает почву для людей вполне определенного свойства. Государство хочет максимально нереалистичных обещаний. Когда государство говорит, мы сами с усами, всех импортозаместим, всех победим, всех обгоним на технологическую эпоху, все у нас будет самое передовое и основанное на новых физических принципах, то государству этому не нужны люди, которые скажут примерно такое. Ну, нам нужно пять лет вкладывать в разработку и исследование, потом мы выдадим какой-то прототип нового чипа, построим года за три еще потом производственную базу, и еще лет за пять постараемся занять 7% на рынке оборудования для базовых станций сотовых операторов. Это совсем не то, что государство сейчас хочет слышать. Ну или вот. Мы попилим лет 7 маленькие инди-игрушки, накопим опыты и компетенции, освоимся на рынке, постепенно будем наращивать масштаб, и, может быть, сможем выпустить первый ААА-тайтл, бестселлер, который разойдется миллионными тиражами, а может быть и нет. Рынок, ничего не попишешь. Под такие рассуждения никто вам денег не даст. Если вы хотите денег сейчас у российского государства, вы должны говорить так. До 30-го года мы поставим авиакомпаниям 270 самолетов МС-21. Не важно, что ни одного серийного сертифицированного экземпляра у вас нет, что самолет все еще на испытаниях, а рынок в глубоком кризисе. И не важно, что никогда еще с советских времен в России такими темпами самолеты не строили, даже безо всяких санкций, но вы все равно обещаете строить три самолета в месяц. Или мы сейчас сделаем Росгейм и будем выпекать патриотические игры десятками в год. И пусть у вас в портфолио нет ни единой проданной игры, пусть ведущие мировые студии копили свой опыт и компетенции десятилетиями, пусть даже они со своими проектами порой терпят обидные фиаско и разоряются, но вы-то точно займете рынок с ровного места прямо сейчас. Мы сейчас создадим принципиально новую архитектуру процессоров на нашей уникальной разработке. И ладно, что словосочетание «принципиально новая архитектура» для рынка чипов — это синоним «даром никому не нужны фигни». И ладно, что не каприза ради, весь мир живет всего на двух архитектурах 80-х годов. Мы точно всех обгоним на повороте. Схема, в общем, ясна. В абсолютном приоритете сейчас будут проекты, которые хорошо звучат, о которых можно выдать заголовок. «Российские разработчики за три года выкинут Apple с мирового рынка» или «Боинг в шоке от анонсируемого прорыва российской авиации». Техническая реализуемость и коммерческая осмысленность таких проектов никого не интересует. В нынешнее время это не просто раздолье для жуликов. Это время, когда никто, кроме жуликов, кроме тех, кто обещает фантастические достижения в безумные сроки, просто не выживает. Государству, а точнее людям, принимающим решения этого имени, тоже, в общем-то, плевать, что вы там выдадите через пять лет. Все эти люди слишком заняты тем, чтобы не оказаться в СИЗО послезавтра. Им нужно поставлять хорошие новости сегодня. Им сегодня нужно отчитаться о крепком фундаменте под импортозамещений. Нынешний министр тоже не загадывает на то время, когда кто-то придет с вопросами. Будет он тогда министром и будет ли само министерство? Будет он слушать эти вопросы на вилле в Дубае или в камере черного дельфина? Никто сегодня не поручится ни за один из вариантов. Почему нищета считается очень вредным социальным явлением? Не только потому, что у людей мало денег, а хотелось бы, чтобы было много. А потому, что у нищих людей предельно сокращается горизонт планирования. Нищий человек всегда выбирает любую краткосрочную выгоду вместо любых долгосрочных последствий. Нищие люди становятся жертвами ростовщиков, одалживающих деньги под бешеный процент. Нищие люди склонны совершать преступления. Организованная преступность паразитирует на нищих людях. Если у человека нет денег на еду, то с высокой вероятностью он пойдет делать закладки. Потому что возможность мгновенного получения денег для него более существенна, чем перспектива длительного тюремного срока. Выручка в кассе ближайшего магазина, которую можно украсть, нужна для того, чтобы купить семье продукты прямо сейчас. А разбираться с последствиями он будет потом. Российское государство своими авантюрами умудрилось загнать себя в совершенно идиотскую ловушку. Оно держит своих граждан в нищете не от недостатка денег, а от избытка гордыни. Оно развязало войну, попало под санкции, а теперь готова купиться на любого проходимца, который скажет, «Ню-нюю, ребят, ваше величие не основано на бесплатной валюте от нефти и газа. Вы действительно построили экономику великую, способную производить высокотехнологичный продукт. Вы ух!» Самая грустная правда заключается в том, что Россия действительно может быть чрезвычайно эффективной и не просто конкурентоспособной, но лидирующей технологической страной. Яндекс, ВКонтакте, вся телекоммуникационная сфера, интернет-банкинг — это выдающиеся, а часто уникальные примеры успешных конкурентов для глобальных компаний. А если кто способен вспомнить золотые годы компаний Акела и 1С, тот понимает, что даже в столь сложном бизнесе, как большие компьютерные игры, наша страна делала неплохие заявки. Но все эти примеры обязаны своим существованием ровно одному обстоятельству. Они развивались в той ситуации и в то время, когда государству было совершенно официально на них наплевать. Чем более безразлична государству была отрасль, тем активнее она росла, тем более впечатляющие результаты показывала. Теперь государство на этом фундаменте, созданном своим же безразличием, активно паразитирует. У него есть Яндекс и ВКонтакте, которые развились как частные компании в условиях жесткой конкуренции, а сейчас вынуждены стать площадками для выполнения планов спецслужб, где каждый пользователь потенциальный фигурант уголовного дела. С другой стороны, государство стало жертвой своего же тщеславия. Жертвой всех тех дельцов, которые никакой продукт создать не могут, зато могут продать государству величие за его собственные сырьевые деньги. Российская власть постоянно пытается нам внушить, что мы какое-то ущербное общество, которое нужно долго поднимать с колен, чтобы оно хоть чего-нибудь достигло, хотя бы щи лаптям хлебать перестало. Для этого очень много мужчин в дорогих костюмах должны сидеть на очень пафосной сцене очередного экономического форума и рассказывать об освоении больших бюджетных денег. На деле, оказывается, что вся эффективность, вся конкурентноспособность, вся осмысленность российской экономики создавалась ровно в тех углах, куда не дотянулась государственная швабра. Что наш народ особо не надо стимулировать, не надо создавать ему условий. Вокруг может твориться абсолютнейшее жесть и бардак, практически полное отсутствие государства, как в 97-м году. Но именно в этом году родился Яндекс. Реформаторам после Путина будет тяжело во многих отношениях, но легко им будет в одном самом главном. Самые образованные, самые компетентные, самые талантливые люди не ждут, что государство им поможет. Денег от государства в основном ждут жулики. Весь потенциал российского общества ждет только того, чтобы от него отстали, чтобы не мешали. И этого достаточно, чтобы наша страна процветала. Прежде чем закончим, такой вопрос к моим зрителям, которые из Америки или что-то знают про ведение дел в Америке. Я вот думаю свою книгу перевести на английский язык. Сейчас там есть, насколько я вижу, интерес к англоязычным книгам про Россию. Если вы что-то знаете про это, или знаете издательство, или вообще знаете, как это организовать, напишите, пожалуйста, в телеграм-менеджеру по ссылке. Ну вот, все, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok